Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам классную идею своими руками из металлической полосы. Сделаем по-быстрому складной мангальчик. Для начала я решил очистить всю ржавчину с этого металла, чтобы удобнее было работать. Сразу на двух полосах. Длина двух заготовок у меня метр двадцать, поэтому делаем разметку. Сначала отмеряю по 30 сантиметров 4 кусочка, а со второй заготовки 2 по 40. Беру отрезной диск, вставлю на УШМ и отрезаю все заготовки. Сейчас у нас весна, кто-то поедет на дачку, но участок и такой мангальчик обязательно пригодится. Отрезав все заготовки, начинаю работать с четырьмя. Это у нас будут будущие колья. Поэтому с одного края делаю разметку, чтобы немножко заострить края. Отмечаю небольшую линию и рисую небольшие треугольнички. А затем уже прижимаю струбциной и отрезаю с помощью болгарки. Бюджет, кстати, такого мангальчика я посчитал около 300 рублей. Поэтому это намного выгоднее, чем купить одноразовые за те же самые деньги и после первой жарки выкинуть. А такой мангальчик прослужит вам очень долго и его всегда можно брать с собой. С одной стороны мы заострили край. Теперь продолжаем дальше работать с этими колушками. Теперь с другой стороны нужно сделать разметку. Нахожу центр с каждого края и делаю разметку. И далее также наношу каждые 5 сантиметров отметку. В будущем сделаем прорези. Зажимаю в тиски и начинаю потихоньку выпиливать паз. Поначалу работаю с помощью болгарки, немножко его расширяю, а потом в бой идет напильник. Кстати, толщина напильника прям такая же, что и толщина моей полосы. Она у меня в данном случае 4 миллиметра. Повторяю эту процедуру с другими кольями, чтобы паз был ровный, чтобы зазорчик был минимальный и наша сборная конструкция сидела жестко. Итак, 4 колушка готова. У каждого есть паз и заострен край. Поэтому можно смело откладывать в сторону и переходим работать с двумя перекладинами. По краям также делаю паз. Немножко выпиливаю болгаркой и добавляю напильником. Чтобы все отверстия были симметричны, делаю сразу на двух заготовках одновременно. Ну и напоследок делаю небольшие прорези с помощью ушей. Сюда будут вкладываться шампура для удобства жарки мяса и обжарки со всех сторон. Итак, наш разборный и сборный мангальчик готов. Самое время потестить. Вставляем колушки, забиваем топориком на нужное расстояние. Кстати, размер мангала можно делать под себя. У меня он получился где-то примерно 40 на 40 сантиметров. Ну и далее разжигаем огонь, готовим угли, насаживаем мясо и можно спокойно поджарить и приготовить вкусный обед. Такой мангальчик отлично подойдет для охоты, рыбалки, на свежем воздухе, на дачном участке. Легко перевозить аж в бардачке. Поэтому оцените идею лайком, напишите свои пару мыслей в комментах. Ну и подписывайтесь на канал. Всем вкусного обеда на свежем воздухе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok